привет всем друзья девчонки мальчишки можно я вас так буду называть сегодня наверное все таки больше видео я здесь делаю для своих девчонок для своих дорогих любимых девочки хочу вам показать вот эту прелесть пока она у меня еще цветет она кстати цветет уже месяц это вот орхидея у меня белая представляете красавица ну сами видите да вот на ней сейчас 11 цветков и еще тут видите вот 1 2 3 4 5 еще 5 вот бутонов даже наверно 6 вот она постепенно 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 начала 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 расцветать вот такая орхидея у меня она второго дочка только в прошлом году я ее купила у нее было только три цветочка а в этом году вот она у меня прям так порадовала а еще вы знаете получилось такое что она вы выкинула вот такую стрелу сначала цвести и и сразу видно здесь вот не это вот не стрела это просто корень а есть такая стрела она выбрасывает и она выбросила стрелу и что-то я даже не знаю как получилось может быть это кто-то ко мне в гости приходил поломал короче отломался я расстроилась ужасно она тут же выбросила второй второй вот такой вот цветок и он может быть из-за того что тот не удался но этот согласитесь шикарный друзья сейчас я обожаю цветы сейчас вам покажу по моему вы тоже любите сейчас еще покажу вот такой вот у меня еще есть цветок но это не цветок это такая композиция видите вот такая вот вазочки в плоской керамической а это у меня уже это вот такой как сказать композиция из как тусят да я их подсаживаю время от времени и вы знаете вы не поверите но все как тусята просто вот бывают обломанные где-то хожу в магазине смотрю валяется обломанный вот такой как тусенок маленький я его посажу принесу а он принимается ну вот хочу как бы разные чтоб были очень красиво но этот что-то такой здоровый вырос по моему дак он сейчас у меня тут забьет моих малышей вон там но все равно согласитесь что красиво и вот вот этому моему цветку этой моей композиции уже три года вот как а вот это узнаете что это такое это декабрист же у нас видите я называю декабрист в простонародье да но вы представляете мой декабрист что-то перепутал время и он уже цветет тоже давно видите у него вон даже уже отцвевшие цветы но еще и почек очень много вон они почки 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 цветет красавчик мой в ноябре начало ноября он начал цвести вот кстати еще один декабрист вы знаете это вот он а другого цвета посмотрите он не розовая он вот красный вот прям красный красный но только начал цвести и вы знаете я его имела неосторожность вот посадила вместе с вот другим вот с тем розовым просто отломала кусочек и посадила он у меня принялся а этот стал забивать он забил мне вот этот красный представляете красный был тощенький такой и что-то вот не за прям так жалко и вырывать его не хочется этот розовый но я хочу же красный же понимаете же вот а вот кстати посмотрите у меня вот такая вот голубая ваза с водой знаете это что такое это вот я вот узнала тоже случайно где-то как-то мне рассказали в интернете или где или друзья мои знакомые даже уже теперь и не помню и не знаю вот отстаивать воду воду питьевую для того чтобы она была очень полезная и вот смотрите говорят что нужно эту воду держать во первых на солнце поэтому я ее вот держу солнце у нас нет кстати посмотрите если вам видно там дождище у нас сегодня дождище за окном только цветы показывать вот так вот найдите голубую вазу голубого стекла обязательно стекло это стекло тоненькое вот значит туда эту воду мы конечно хорошо если вы ее через фильтр но можно даже не через фильтр можно просто вот воду я кстати даже не кипячу я наливаюсь под крана но это может быть здесь у нас так а вода говорят неплохая но я и не морочусь и потом я ее вот отстаиваю я кладу туда серебро видите там вот у меня две серебряных монетки старинные это как он там 999 до проба вот старинные серебряные монетки они добавляют серебро как вы знаете в святую воду чтобы сделать добавляют серебро да она убивается микробы вот и там у меня еще камень камень так сейчас подождите чтоб вам опять не наврать из которого делают делали раньше люди то вот копья себе кремний вот это кремний называется живой камень и вот тоже я где-то прочитала что он насыщает воду вот будете как кремень как кремень железо если будете пить вот такую воду ну вот друзья если кто-то интересуется вот я вам рассказала а здесь вот у меня еще одна такая кстати мне так нравятся вот эти вот красивые и послушайте как она это у меня отстаивается вода потому что орхидеи надо только отстоянную теплую воду слышно вам прямо как колокол да прямо супер ну и я уж раз уж начала вам хвастаться цветами своими вот смотрите это у меня махровая герань да вы наверно уже и мне ее видели красавица но она уже понимаете что конечно она уже так не цветет как как она цветет все лето но вот согласитесь что ноябрь месяц и все-таки вот цветы это красота ну и тут у меня конечно видите моя любовь морковь это единственная надпись которую я храню у себя дома love а еще вот этот мне очень нравится цветок это видите вот красная кала вот она тоже вы знаете она вот тоже у меня уже наверно года три и уже видите у нее сами то цветочки такие не могу сказать что уж очень большие но цветет хотя вы знаете когда покупаешь их они в таком цвету такие цветы огромные так красиво что они там с ними делают в этих магазинах они же не сознаются какие они там добавки добавляют вот но я узнаете вот нашла сейчас с вами поделюсь потому что я люблю конечно цветы которые цветут вот комнатные но и я ее держу согласитесь что она смотрится не так уж и плохо да ну и также вот эти вот как туся то у меня посмотрите как красавчик но не прелесть ли да такой вот красавчик но и тут вот еще один у меня такой но я бы не сказала что прям уж очень он красавчик но неплохой согласитесь да вот так я что хочу сказать я нашла вот такое вот средство для цветущих растений просто шикарное может быть вы не знаете я сейчас с вами поделюсь ну вот смотрите я вот использую просто это у меня старый такой пульверизатор остался вот я что делаю вот я вот опрыскиваю специальным специальной жидкостью каждое утро все мои цветы во первых ну как вы знаете они же любят жидкость они любят чтобы их опрыскали они очень любят вот такое купание да но что я добавляю в эту воду я добавляю вот такой вот самая обычная перекись водорода вот она 6 процентная видите hydrogen peroxide solution 6 процентов вот может быть опять произношение у меня никудыш не поправьте если не так но значит вы берете вот этот вот перекись водорода она везде есть в аптеках и вы добавляете вот добавляете совсем немножко вот я вот в этот вот своих вот такой вот пульверизатор он 200 миллилитров я добавляю чайную ложечку перекиси 6 процентной вот и все и вы вот вот так вот их все опрыскиваете друзья это так начнут у вас расти цветы поверьте мне они просто оживают и они вас благодарят и они цветут и они растут и просто супер попробуйте если кто не знает но еще у меня смотрите что есть я сегодня я сегодня вам начала что-то хвастаться да но хорошем смысле думаю что делиться просто это вот знаете что такое это у меня чайный гриб вот такой да вот уже этот чайный гриб вот я его держу вот в таком вот видите в такой емкости стеклянной опять но наверное у нас знают все его его держат в трех литровых банках вот надо добавлять кипяченую воду остывшую чай вот чтоб такой был красивый цвет и сахару как можно ну на вкус не пересладить но и не не жалейте сахара и будет у вас вкуснятина и будет вам счастье а еще вот вы знаете я же все поделки люблю делать да вот и я вот принесла недавно из леса вот такой вот мох он у меня уже подсох такой довольно симпатичный согласитесь и вот я хочу из него сделать ну вот такие вот это вот я тоже сделала видите вот такой вот шар такой декоративный сама туда сама его декорировала это настоящие розы просто засохшие это морские звезды там ракушки вот мне кажется что как-то даже и неплохо а сейчас хочу вот такую маленькую я купила себе вообще-то даже еще и не знаю я вот этот вот эту вот рюмку купила для бренди для бренди для виски для коньяка знаете да его пить одно удовольствие я иногда люблю позволить себе вот а потом что-то посмотрела думаю может быть мне его декорировать может мне его как-то что-то придумать как-то что-то внутрь туда положить узнаете вот буду думать а может быть вот эту мне использовать это уж точно такая декоративная рюмка видите вот вот она такая красивая огромная я сейчас туда просто поставила свечку зажигаю иногда она красивым подсвечником таким горит я хочу я-то ее купила знаете все таки хотела декорировать туда что-то красиво еще положить а даже хотела пересадить свою орхидею вы знаете но что-то не рискую испортить красавицу хотя вот некоторые делают орхидея она не нуждается большого во многой земле вообще земле не нуждается у нее специальный такой опилки там какие-то кусочки древесиды да вот ей такой грунт нужен знаете потому что она растет на деревьях вот в основном ей надо чистую прозрачную воду вот думаю может пересажу туда орхидею свою а это вот узнаете друзья это вот столик я помните покупала на кабуцеле за два фунта тяжелющий он чисто не прессованный а он именно конкретно деревянный вот я его начала немножко декорировать вот пошкурила ножки стала красить белой краской ну хочу ну чё-то вы знаете опять меня отвлекли я забросила но он у меня стоит он ждет своей участи я уже даже знаю как я столешницу эту сделаю тоже вам покажу друзья ну и коль скоро я уж начала вам тут показывать мою убогую хибару моё убогое жилище не могу которая мне тут некоторые злые такие есть злые подписчики или не подписчики может просто которые смотрят мой канал мне там понаписали ой какая у вас противная мерзкая квартира боже что вы там нищеброды ну да и ладно ничего будем живы не помрем называется вот показываю я же стараюсь что такое же тут придумать это у меня над кроватью вот вот видите вот так это над кроватью у меня такое зеркало а я решила еще вот эти картинки которые сама нарисовала помните я вам показывала как я заливала акрилом вот они такие получились вот я их покрыла еще сверху лаком вот они хоть и в одной тональности в одной цветовой гамме но видите вот конечно они все разные вот эти вот такие вот на них узоры вот мне нравится вы знаете друзья классно когда своими руками что-то делаешь ну и тут остапа понесло называется да вот видите меня шторы новые вот кто может быть помнит мою мою эту комнату вот я себе решила поменять шторы помните я вам показывала видео магазин b&m новый открылся в ньюпорте и вот я покупала именно вот эти шторы вот вы знаете я конечно ошиблась сказала что мне два метра 20 сантиметров хватит почему-то думала что они у меня но не будут уж до пола но как-то хоть подоконник там немножко закроют представляете и два метра 20 оказалось мне мало вон чего у меня вышло прям ток я живите тут еще же купила вот эти вот прихваты такие красивые все по цвету и получилось что коротко 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 ее мою прям понимаете вот думала что буду тут как шахеризада в такой красоте вот купила себе вот такую палку еще знаете наверное да вот можно ей вот так вот если тот же очень высоко и вот так вот вы захватываете покажу раз и вот так вот раз и тянете маленько все это при делаете красивые такие загибы до чтобы было красиво у вас и одну и вторую прям думала буду как шахеризада тут в такой красоте а а ничего не вышло будуара не получилось у меня а на втором окне вот который у меня маленькая представляете я купила меньше потому что это окно вроде меньше оно всего было метр семьдесят я купила метр восемьдесят пять вот эти шторы е-мое и посмотрите они вообще они вообще я этот хоть и тут вроде попыталась как-то закрепить опять на вот этом красивом захвате но ничего не держится абсолютно и вот знаете говорят скупой платит дважды вот мне пришлось купить еще один вот еще один набор я купила я вот принесла лестницу стремянку потому что никак мне без нее не взобраться там не снять не одеть вот высоко очень я купила теперь придется мне а тут же он же еще с подкладкой вы же понимаете вот смотрите что тут же вот это надо все теперь отпарывать это ж надо все теперь отрезать прострачивать считать как это выйдет вот это тут ну вы знаете буду делать все равно сейчас пока опять бросила я такая вот когда у меня сразу с первого раза не получится я сразу бросаю в шоке наверное неделю потом деваться некуда начинаю делать ну вот сделаю удлиню вам покажу как это выйдет все вот она сегодня друзья наверное все вам показала что более менее интересное такое пишите что у вас как у вас ваши комментарии желаю вам солнечного дня вот как у нас здесь посмотрите с утра лил дождь а сейчас вот солнышко погода меняется каждые пять минут но вроде бы сейчас вот солнышко светит желаю вам друзья всего наилучшего увидимся пока пока